Свой шахматный путь Алексей начал едва ли не с первого класса. За это время, а на данный момент парню в 16 лет, он успел побывать в нескольких странах мира и стать чемпионом страны. О недавних соревнованиях в Польше юноша рассказывает скромно. Хотя помимо заслуженного третьего места, а в его категории участвовали почти 90 спортсменов, парня признали лучшим среди участников до 18 лет. Большинство соперников были старше меня. Приходилось играть с людьми 60 лет, с детьми разных возрастов. Было несколько сложных партий, которые длились более 3-4 часов. Также партии проходили 2 тура за один день, что было достаточно необычно и сложно, потому что это большая нагрузка. И приходилось как-то с этим справляться. Своим кубкам, говорит парень, обязан родителям и тренеру. Они всегда поддерживают школьника и переживают за него. Преподаватель же уверен, что именно характер Алексея помогает ему непрерывно достигать новых вершин. И то, чего юноша добился на данный момент, далеко не предел. Это человек, который действительно боец. Он может позиции, которые действительно окажутся скучными на первый взгляд. Пора уже заказать на ничью, но Леша старается выжить по максимуму. То есть, действительно, у него первое это качество и основное, которое характерно для всех видов спорта – это Леха Борец. Боец, боец, боец. Первой спортшколе города сегодня занимается порядка сотни юных шахматистов. Двое из них, в том числе Алексей Григорович, уже чемпионы страны. А в прошлом году учреждение стало лучшим в Беларуси, выиграв первенство республики. В учениках для тренера, как он признался, главное – не талант, а желание работать и трудолюбие. В том, что эти ребята именно такие, убедилась и наша съемочная группа, побывав на одном из занятий. Итак, ребята, ваше внимание, проблемная позиция. Ваша задача – проверить, корректно ли жертва на Е6. И хотя у ребят сейчас каникулы, расслабляться им некогда. Соревнования в Польше, говорят, здесь – это разминка. Главное – официальные старты. Впереди у Алексея – чемпионат страны, который требует серьезной подготовки. В будущем же парень планирует получить экономическое образование. Но это вовсе не означает, что шахматы уйдут на второй план. Для него это больше, чем просто хобби. Это уже часть жизни. Мария Кудина, Юлия Кравчук, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест».